Донбасс Общаться с местным населением вежливо Ежедневно через КПП проходят тысячи машин и людей Основная задача не допустить незаконного провоза оружия и проникновения украинских диверсионных групп После трагедии в Донецке, когда ДРГ обстреляла троллейбусную остановку На всех КПП идет не избирательная, а общая проверка В первую очередь основная задача контрольно-пропускного пункта Поиск и выявление диверсионных групп Что касается очередей, мы их не допускаем Потому что люди, несмотря на наше тяжелое военное время Куда-то направляются по своим делам, неотложным делам Все-таки работа Досмотр пассажирского автобуса занимает считанные минуты Оперативно и слаженно Но на соседних украинских постах все наоборот Пассажиры говорят, офицеры ВСУ наладили пропускной бизнес Либо плати, а цена за пропуск на украинскую территорию доходит порой до тысячи гривен Либо стой Приезжала неоднократно, раза четыре уже пять Последний раз была два дня назад Сказали, пропуск не готов Простояла там четыре с половиной часа в поле Никому, конечно, деньги не давала Мы простояла четыре с половиной часа И сказали, что пропуск не готов Когда будет, не знаем Ну, нужно стоять в постатках, нужно спать, ночевать, чтобы там очередь дождаться А потом еще раз приехать и узнать, когда вам этот пропуск дадут Через месяц, через два месяца Там это просто невозможно У бойцов армии ДНР на блокпостах скромный быт Главное – бетонные перекрытия, которые помогут выжить в момент обстрела Связь обеспечивает послевоенный аппарат Гнездо бункеру Проверка связи Именно таким способом информацию о нарушителях передают в штаб Дальнейшее разбирательство уже проводят следователи Впрочем, обычные жители ничего об этом не знают